Доброе утро! На РБК региональные новости мы вещаем из отеля Широтов-Плаза, студия Маргарита Пафаркова. Сальдированный финансовый результат крупных и средних компаний республики, то есть прибыль минус убыток, с января по сентябрь составил почти 357,5 миллиардов рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19% сообщили в Башстате. 75% организаций получили прибыль почти 384 миллиарда рублей, еще четверть оказались убыточными. В целом предприятие улучшает показатели третий месяц подряд. Львиная доля доходов приходится на обрабатывающее производство. Финансовый результат этих компаний за 9 месяцев составил порядка 275 миллиардов рублей. На втором месте по-прежнему сфера торговли и ремонта авто – 28 миллиардов. В добыче полезных ископаемых компаний заработали 15,5 миллиардов. В сфере обеспечения электроэнергии газом и паром – более 13,5 миллиардов рублей. Суммарная задолженность организации на конец сентября составила почти 1,5 триллиона рублей. Из нее просрочено 40 миллиардов. Дебиторская задолженность сложилась на уровне 1,3 триллиона миллиардов. Просрочка составила 67 миллиардов. В IQ-парке в Уфе разместят 28 лабораторий. Университеты республики уже готовы перевести свои научно-технологические центры в новый кампус мирового уровня. Здесь планируют расположить геномные фарма-центры, лаборатории биоинженерии, медиадизайна и других направлений, которые развивают сегодня в трех вузах региона – нефтяном, медицинском и университете науки и технологий. Эксперты отмечают, что открытие кампуса имеет стратегическое значение для развития многих перспективных направлений. В частности, в создании биосовместимых имплантов из живых клеток и неорганических компонентов. Новые технологии и материалы найдут применение в регенеративной медицине, травматологии или онкологии. Скейлап этих технологий мы надеемся делать в Айку-парке. Там, где площади позволяют, это будет как бы опытное производство для такого, в общем, инновационного продукта. И поэтому без Айку-парка, конечно, без кампуса в медуниверситете, как бы выход на рынок был бы очень затруднен. Для нас это очень важно. На данный момент в семиэтажном Айку-парке завершается чистовая отделка, а 15-этажное здание башни почти готово к эксплуатации, сообщает пресс-служба правительства. Ежедневно на стройке в три смены трудится более 600 человек. Также завершен демонтаж зданий, на месте которых планируют возведение второй очереди кампуса. Здесь разместят еще 20 научных лабораторий. Весь комплекс должны сдать в 2025 году. 320 фактов получения взяток выявили в Башкортостане в этом году. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Самая крупная из них – 30 миллионов рублей. По этому делу принято обвинительное заключение суда. По данным надзорного ведомства, Андрей Елуговской и Дим Муслимов руководили специальным управлением МЧС России в закрытом городе Межгорье. Они возглавляли пожарную часть один за другим в период с 2015 по 2017 годы. Оба собирали взятки с подчиненных. Луговской успел получить 31 миллион, муслимов – 29 миллионов рублей. Приговоры им вынесли в январе и феврале этого года. В прокуратуре подсчитали, что средние размеры взяток в республике колеблются от 15 до 100 тысяч рублей. С начала этого года общая сумма материального ущерба, установленного по всем коррупционным преступлениям, составила более 2,5 миллиардов рублей. В целом коррупции подвержены все сферы деятельности. Преимущественно это оказание государственных и муниципальных услуг, осуществление закупок, расходование бюджетных средств, а также лесное и дорожное хозяйство, здравоохранение и правоохранительная деятельность. Основное внимание также уделяется пресечению фактов хищения бюджетных средств при реализации национальных проектов. Всего в 2023 году в республике выявили более 4,5 тысяч коррупционных правонарушений. Для их устранения органы прокуратуры внесли почти полторы тысячи представлений. По материалам проверок возбудили 110 административных и 68 уголовных дел. Новый офис центра «Мой бизнес» откроется в декабре в селе Сингулова Дианчуринского района. Предприниматели южной части региона смогут воспользоваться всем комплексом услуг, не выезжая в Уфу, как это было прежде. Клиентский офис разместится в ранее пустовавшем здании, где был проведен ремонт. Там же предусмотрен конференц-зал на 10 мест. На сегодняшний день в республике сеть центра «Мой бизнес» охватывает Уфустер, Литомак, Кумартау, Октябрьский, Нефтекамск, Салават, Билибей и другие города и крупные поселки. Всего действует 12 офисов. В нашем районе 19 декабря в 11 часов будет произведен запуск центра «Мой бизнес», а также будет действовать для предпринимателей Кугарчинского района и Зилаевского района. Центр «Мой бизнес» находится у нас в центре села Сингулова, что позволит предпринимателям, находясь в вешей доступности от администрации, от информационно-консультационного центра, от отдела экономики предпринимательства взаимодействовать вместе с центром «Мой бизнес». В офисе в формате единого окна начинающие действующие предприниматели могут получить консультации, пройти обучение или подать заявку на меры господдержки. Всего с начала года центры «Мой бизнес» провели свыше 9 тысяч консультаций и более 70 мероприятий. Антимонопольная служба заморозила торги на второй этап реконструкции улицы Октябрьской революции в Уфе. Конкурс приостановили на время рассмотрения жалобы московской компании «Лидер» на этапе заключения контракта. Победитель был готов выполнить работу за 520 миллионов рублей. Заявитель указывает, что заказчик управления коммунального хозяйства мэрии Уфы неправильно установил требования к опыту участников торгов. Подтверждение компетенции должно касаться не строительства дорог, а благоустройства и возведения капитальных объектов. Автор жалобы просит обязать заказчика внести изменения в документацию. В рамках второго этапа реконструкции подрядчику предстоит установить подпорные стены, обеспечить охрану на месте раскопок древнего городища Уфа-2, провести благоустройство. Работы профинансируют из-за городской и региональной казны. Их надо выполнить до ноября 2025 года. К этому же сроку необходимо завершить обустройство наружного освещения и видеонаблюдения. Подрядчика уже определили, с победителем торгов заключили контракт по начальной цене более 85 миллионов рублей. У меня на этом все. Желаю вам удачного дня. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин